27 октября в Долгопрудненском театре «Город» стартует 11-й областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень». Право открывать программу фестиваля предоставлено Лобнинскому театру «Камерная сцена» спектаклем «Богатые невесты» Александра Островского. Кстати, 11 ноября спектакль можно будет посмотреть в Лобни. Видеомнение «Критика» о работе театра подготовила Анна Алексеенко. Самое мягкое, что можно сказать о нынешнем времени, что это, конечно, время компромиссов политических, экономических и, к сожалению, нравственных. И вдруг Лобнинский театр находит пьесу, написанную почти 150 лет назад под названием «Богатые невесты», которая удивительно совпадает с сегодняшним временем, предлагая сюжет, связанный с нравственным компромиссом, и режиссерский театр Николай Круглов ищет внутренние ходы, доказательства того, что люди должны это принять и жить с этим. Кроме того, ведь, знаете, вырасти девушку до определенного цвета, это еще полдела. Главное – это дело впереди. Надо же составить ей хорошую партию. Ну, папик того времени назывался благодетель, покровитель, но ему так же, как тогда и сейчас, приходит время и надобно свою молодую подопечницу, попросту говоря, любовницу, пристроить и выдать замуж. И сталкиваются два разных непримиримых мира. Мир прагматиков, привыкших жить в нравственном компромиссе. И мир странного, чудаковатого, уже по тем временам 150-летней давности, романтик, который ищет объекты поклонения. Боже мой, я готов уважать женщин, я готов благоговеть перед ними. Зачем они мелочные? Зачем смешные? Вот чего им простить нельзя, это не говоря о проступках. Что? За проступки? Ты готов казнить их смертной казнью? Как, оказывается, интересно следить за перипетиями этой старой пьесы, которую сегодняшний режиссер сумел облечь в современную форму, и сделать из этого не просто объект для размышления, для выбора собственного, а еще и изящное, хрупкое, красивое театральное представление?